если вы собираетесь ездить на авто по европе машина должна быть укомплектована соответствующим оборудованием например на случай аварийной остановки в каждой стране свои требования в некоторых случаях даже могут выписать штраф если чего-то не хватает можно предварительно уточнить какие именно элементы оборудования в разных странах европы считаются обязательными но лучше иметь в автомобиле как минимум такие сигнальный треугольник огнетушитель светоотражающие жилеты для водителя и каждого пассажира аптечка запасное колесо и инструменты для замены колеса запасные лампочки полезно также будет проверить исправность ремней безопасности в автомобиле если в авто что-то сломалось то первое что нужно определить можно ли на нем ехать дальше или нет если машина способна передвигаться со скоростью не менее 40 километров в час можно продолжить движение но если нужно остановиться то действуйте по следующему алгоритму нужно съехать на аварийную полосу как можно дальше от полосы движения и включить аварийную сигнализацию в машине перед тем как выйти из авто наденьте светоотражающий жилет особенно это важно в темное время суток вечером и ночью по возможности выйдите из машины с правой стороны транспортного средства как можно быстрее установите сигнальный треугольник в не менее чем 100 метрах от автомобиля необходимую дистанцию помогут определить придорожные столбики установленные на расстоянии 100 метров друг от друга водителю и пассажирам в светоотражающих жилетах нужно выйти из авто и перейти на другую сторону барьера безопасности в некоторых странах за отсутствие жилетов или недостаточную дистанцию при установке сигнального треугольника могут выписать штраф поэтому лучше не пренебрегать этими требованиями после того как сигнальный треугольник установлен и водители с пассажирами перешли за барьер безопасности нужно известить дорожную службу не пытайтесь починить автомобиль до приезда дорожник во первых это опасно потому что на трассе машины двигаются с большой скоростью во вторых за это тоже можно получить штраф если нет возможности позвонить с мобильного телефона можно воспользоваться одним из телефонов экстренной помощи обычно они установлены на автотрассе через каждые два километра и обозначены оранжевыми или желтыми цветами с надписью SOS в польше например вызвать дорожную службу можно по телефону 19111 по приезду работники дорожной службы отметят и оградят место где остановился автомобиль чтобы другие участники движения видели препятствия на дороге заранее если вы можете самостоятельно починить авто например нужно заменить колесо то сделайте это если машину нужно доставить на СТО то следует помнить что буксировка авто на трассе разрешена только предназначенным для этого транспортным средством то есть даже если у вас есть знакомый который мог бы на тросе притянуть машину в мастерскую то делать это запрещено если у вас есть страховка которая покрывает стоимость услуг эвакуатора то нужно обратиться в страховую компанию она должна организовать буксировку автомобиля в противном случае нужно самостоятельно позвонить в соответствующую службу и оплатить буксировку из собственного кармана цена будет зависеть от того сколько километров нужно буксировать автомобиль ну а информацию для вас подготовил сервис быстрых и надежных денежных переводов transfer.go чтобы сделать перевод перейдите по ссылке в описании этого видео если это видео было полезно для вас ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал здесь вы сможете быстро найти необходимую вам информацию спасибо за внимание! как вы ставите лайк? спасибо за внимание! что у нас получается что это уже хорошо может быть давайте мы посмотрим будет